и что же ему ответить удивительно но и как ребята дела идут хорошо классная назвал прочитать одно удовольствие нужно торговать через этот портал опа а что ответить ничего дела хорошо нам торговать надо давай поторгуем у меня тоже возникла такая мысль если мы хотим чтобы ребята процветали окей стоп а как мы торгуем то нет так давай чё там ракеты минералы эсминец может здоровье фрегата корвета прибавить хотя то есть минец и нажмем пускай звучает так ребуч один кстати отдыхает почему-то давай-ка брателла сюда что лизе лети изучай сколько тут аномалии уже прилично торговля между измерениями изучение межпространственного портала даст вам умеренные бонусы торговли и благам надо быстрее этих уродов загасить 800 и 500 сила час эсминец выучиться хотя не знаю чё кстати здесь база улучшается тоже вверх построю кстати говоря здесь торговый разобрать и давай тоже вверх поставим чё как говорится сиськи мять только вот сплавов у нас очень мало пока тут население подрастет значит на основной планете надо что-то построить коммерческие зоны научные лаборатории вот сплава литейные заводы есть давай поставим так аномалию изучаем это переведенная запись из бортового журнала похоже сделано третьим помощником укслой вчера первый помощник этар покончил жизнь самоубийством вырвав себе антенны вскоре после этого техник второго разряда миссива провозгласила себя императрицей но была вынуждена уйти в изгнание на нижние палубы из-за голодных бунтов ситуация весьма плачевная каннибализм процветает пирвакс стал весь пурпурный после вчерашнего разрыва у него нижнего брюшка должен был умереть но нет теперь смена гамма поклоняется ему как божеству интересно и дальше какой-то раскопка какая-то идет что же за история там такая так что у нас с планетами черта у кого-то появилась чиновник это у нас чё управлять колония 1 управляет фермерское происхождение объединение давай-ка объединение возьмем лучше поинтереснее так это база построилась а где-то на аномалию нашли здесь будет изучать потом так тут работа идет уважно 4 аномалии и кстати мир пригодные есть но 70 процентов но так но аномалию следует может что-то добавится пока до сюда не доросли бы и размер кстати говоря у нас приличные уже империи надо даже даст традиции снижения этого размера и повоевать еще надо так уже равноценный флот выглядит хотя может у них он тоже улучшается так что у нас там первый флот а сплавов очень мало и энергии мало добывается окаменелости на астероиде астероиде 409 f12 нет жизни и атмосферы однако на его поверхности были обнаружены окаменелые останки нескольких видов водных существ ранее высказывались предположения что весь окружающий пояс астероидов образовался из обломков планеты и новая находка подтверждает эту теорию судя по останкам здесь существовала жизнь а планета была по крайней мере отчасти покрыта водой так это у нас здесь так и нет приказов говорит так вот сюда изучать так аномалия и контакты а это древние добывающие дроны мы проанализировали сообщения о дронах встреченных в некоторых системах глубокого космоса похоже они заняты эксплуатацией и охраной автономной орбитальной добывающей станции основанные несколько тысячелетий тому назад и вскоре покинутый всеми кроме самих этих дронов если судить по состоянию тех технологического оборудования по всей видимости у дронов отсутствует протоколы дипломатической связи по крайней мере такие которые реп может расшифровать и они реагируют враждебно на ребятские корабли появляющиеся в их системе присутствие дронов в системе хадрани интригует нам нужно попытаться узнать о них больше вот проект изучения дронов изучим и может быть они станут желтыми откроем журнал изучение дронов а и даже изучение облака есть давай это это изучать будем изучиться и можно будет наверно пролететь а то у нас тут войнушка намечается так где же тут у нас энергии побольше урвать аномалия где-то здесь ну тут 4 плюс редкие ресурсы есть везде мало что я думаю построить космическую базу так здесь верфь но сплавов нет понятно ну что я думаю это бомба попадалось мне не помню но там через это время что-то происходит не помню что так водоросли давайте очистку поставим прибавится у нас селиха с хозяйственные и энергетические вот то что надо хотя энергетические может и не надо ну ладно ну ладно ну ладно это кто у нас это дроны добывающие ладно так и быть пустынный мир колонизируют собаки серые о связь установлена наконец-то мы знаем кто это армониканское звездное содружество передает нам сообщение похоже они справились с переводом дипломатические каналы открыты все враждебные действия между нами временно прекращены кто это у нас такие это не те которые я создавал милитаристы и материалисты с ними особо биться смысла не должно быть приветствую вас меня избрал наш председатель и рубин тасса как представителя армоникан ского звездного содружества в дипло а может быть это предраса или как слуги какой-то раз и который создавал помню там на а что-то было так дипломатические отношения между нашими сторонами наша цель максимально развивать науку и технику и мы не советуем кому бы то ни было препятствовать нам в этом ну что закарифанец еще во как они воевать не будут надеюсь а они вообще интересно что у них с границами контакты империалисты гегемоны а у них враждебность идеология они портят наши отношения понятно не короче злые собаки серые они а и 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 Шпионаж Сложность какая-то слишком большая Агентурная сеть отправить нет Давай отправим, что пускай Надо хоть как-то начинать разбираться, что это означает Пускай работает Так, руководительница резидентуры Дармуга Прислала нам первый отчет из Армониканского Звездного Содружества Это знаменует создание нашей первой агентурной сети На территории чужаков Теперь, когда они сделают ход, вся информация о нем Нам тут же попадет в наши руки Это хорошо Пускай изучают, мы тоже изучать все хотим Границы закрыты Понятно О Так, расход влияния меньше нам надо сюда Так, изучил систему Ну давай Тебе, я так понимаю, надо раскопками заняться Тебе построить добывающую О, дуговая печь Нужны сплавы И что там, по-моему, расплавленный мир нужен Питается энергией расплавленной планеты Так, а есть тут расплавленная Да, вот они Мы этим займемся Где у нас, кстати, космические базы Не могу понять Население Политика корабли Распавшийся союз Экипаж корабля Ребуч-2 Сделал несколько удивительных открытий На планете Реганей-2 В заброшенных поселениях Замеченных Впервые еще с орбиты Жило когда-то общество рептилий Которые до сих пор обитают на этой планете Но с тех пор утратили любую способность Разумно мыслить При изучении Того, каким образом эти существа деградировали От аграрного общества Умевшего изготавливать их инструменты До простых животных Экстра интуиция делает неожиданное открытие Захороненные в останках рептилий Живших в поселениях Имеется некий придаток На позвоночнике в области головы Которого у их одичавших потомков не наблюдается Испытания показали Что эти органы-предатки В сущности являются другой расой Неким нейронным симбионтом Который присоединяется к мозговому стволу Хозяина При помощи внешней присоски к позвоночнику Этих симбионтов Все еще можно отыскать В горячих источниках На поверхности планеты Похожий союз между двумя расами Временно подстегнул развитие рептилий Однако Что впоследствии Прервало этот симбиоз Нам неизвестно Экстра интуиция просит разрешения изучить Этих замечательных нейронных симбионтов Более подробно Ну конечно надо изучать Так тут еще аномалии есть Пускай изучит А потом уже проектом займется Так значит тут Отходил на пару минут На чем мы остановились Государство у нас появилось Я вот не могу понять Это или государство Случайно поставились тут То есть не те которые я хотел Чтобы со мной стояли Либо Либо помимо него Еще мои появятся Государства Ну ладно непонятно Короче может это квест какой-то Будем надеяться Если буду открывать галактику Найду там свои государства Которые я настраивал Злые там вот эти вот Рой все пожирающий Еще не вижу я Где у меня космические базы Ладно пес с этими базами Так нашли аномалию Это хорошо Так строй станции Неумолимо приближается размер государства К сотне Уже 81 Население растет Надо традицию Быстрее Вторую верфь И сооружений Также компьютер Для связи с целью Поставить Так я считаю Надо направить силы На изучение Пространства вокруг Этой империи Может быть есть аномалии Которые она Не должна заполучить Например как здесь Сейчас раскопок освободится Отправим его сюда Опустошенный мир Опустошенный мир Так Так вот это лучше в журнале Посмотреть Так не аномалия Вот здесь Ну да идет И нейроны симбионт А это тот проект Роботизированная верфь Где это Где это В ходе исследования Луны Реганей 3А Корабль Ребуч 2 Обнаружил на орбите Останки роботизированной верфи Ей не меньше Тысячи лет И она явно Подвергалась Обстрелу Из тяжелых орудий Однако Один из доков По прежнему В рабочем состоянии Ведущая ученая Экстраинтуиция Уверена Что и верфь Можно запустить Вновь Однако Такой проект Потребует Существенных усилий Это нам надо Верфь Кстати говоря У нас Строительный корабль Изучает Раскопки начались Называется Послание В бутылке Мы обнаружили Обломки Древнего космического Корабля Необычной конструкции Вместо Привычных двигателей В нем Использовались Огромные паруса Предположительно Корабль собирал Солнечную энергию И дрейфовал На солнечных ветрах Наши археологи С нетерпением Ждут возможности Раскрыть секреты Этой технологии О Это ведущая У нас Кем же она будет Статистик Темп исследования Она у нас На должности советника 5% здрава Наверное будет Аналитик Это на губернатора Ученые Это Раскопки Исследования Разломов Дальность Сенсоров Скорость Изучения Вероятность Обружения Аномалии Пускай она будет Исследователь Космоса Наверное Так Меня интересует Ребуч 5 Мы там Не обозвали Никак Ученого Экстра Экстра Археолог Пусть будет Так Сплавы хоть немножко увеличилось Производство Так Что у нас на планетах Ну заранее поставим строиться Еще промышленный район Производство идет Единственный вопрос Как вот это открывать Строить городские Или улучшать столичные Ну столичные Не скоро улучшать Еще Может еще как-то Вот это Ладно Так Закончил Значит Аномалии Есть штуки там Это у нас Ведущая Бессмертная Так Ребуч 4 Тут мега Вообще Прям кучу У него всяких Признаков Черт Черт Лидера Так Этот отдыхает А что им устроить Ага Мега Сооружение Вот Дуговую штуку Надо Сплавы Что кстати На основной Планете Так Где это Для начала Наши сенсоры Показывают Что обломки кораблей На астероиде G14 Оказались Там Довольно Странным Образом Похоже Корабли Специально Направляли На этот Астероид Возможно Даже С расстояния В несколько Световых Лет Чтобы проверить Точность Двигателей Глубокое Сканирование Позволило Обнаружить Относительно Неповрежденный Двигатель Ух ты Форсажные Камеры Или Сплавы Плюс Три Сплава Это Будет Классно Но Что Это За Система Нам До Нее Пока Не Добраться Потому Что Мы Сильно Увеличим Размер Государства Пускай Форсажные Камеры Будут Месторождение Дуговой Печи Так а там же Другие Проекты Еще Есть Да Вот Вот Верфь Есть Особый Проект Так Давай Что там Непригодные Квадраты В наших Колониях Одна Штука Есть О Планетарная Столица Дворец Правосудия И Лимит Ученых Выбираем Это Так Значит На столице Я хотел Посмотреть У нас Занятость Три Клерка Два Техника Металлурги Хорошо Что работают Так На городской Нажать Район Чтобы Ячейки Сооружения Потом Были У нас Ты К ним Пускай Строится Нашли Аномалию Хорошо На поверхности Небесного Тела Ладиом Три А Замечен Глубокий Кратер Заметен Образовавшийся Судя По всему В результате Столкновения Со Звездолетом По размеру Кратера Можно Сделать Вывод Что Примерно Десять Тысяч Лет Назад Луна По Неизвестной Причине Столкнулась С кораблем Выходящим Из гиперкоридора На максимальной Скорости Ребуч Один Уловил На месте Крушения Подпространственные Отголоски Которые Могли Остаться После Разрушения Поля Гиперчастиц Однако Подтвердить Эту теорию Невозможно Поскольку Звездолет Полностью Разрушился При ударе Ага Еще Аномалия Там Есть Так Они Желтыми Стали То есть Не Красными Ведущая Ученая Экстра Интуиция Завершила Изучение Нейронных Симбионтов Обнаруженных На планете Реганей 2 Эти Слизнеподобные Существа Состоят В основном Из Сложного Мозга Прочной Белковой Оболочки Несмотря На Продвинутость С точки Зрения Неврологии Отсутствие У них Внешних Органов И Ограниченные Способности К движению Делают Любые Попытки Общения Чрезвычайно Сложными После Нескольких Недель Неудач Экстра Интуиция Решает Провести Эксперимент С внедрением Этих Существ В носителя Животные Рептилоиды С которыми Эти нейронные Симбионты Создали Досветовое Общество На планете Регани-2 Слишком Агрессивны Поэтому Для Облегчения Эксперимента Пришлось Провести Испытания С другими Видами Из поверхности К сожалению Симбионты Отказались Прикрепляться К любым Из предложенных Животных Ведущая Ученая Экстраинтуиция Высказывает Гипотезу Что они Принимают Хозяина Только Определенного Типа Возможно Для них Важно Чтобы Носитель Этого Желал Чтобы Разгадать Эту Тайну Экстраинтуиция Просит Разрешения Отойти От роли Стороннего Наблюдателя И предложить Себя В качестве Носителя Для Нейронного Слизня В конце Концов Если Эти Симбионты Смогли Сделать Из Диких Животных Фермеров Использующих Инструменты То Во что Они Могли Бы Фермеров Использующих Инструменты То Во что Могли Бы Они Перевратить Нас Ну что Пускай Могли 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 так а чё она бездействует направим ее давай вот сюда нейронный симбиоз ведущая ученая экстра интуиция с радостью сообщает что ее объединение симбионтом с планеты рига не 2 прошло успешно после первичного периода растерянности и небольшого дискомфорта интеллектуальные возможности ученого в области решения сложных задач значительно выросли еще более примечательно то что экстра интуиция теперь может мысленно общаться со слизнеподобным существом прикрепившимся к ее мозговому стволу симбионты представляют собой коллективный разум и живут сотни лет они утверждают что их прошлый союз с рептилиями на планете рига не два завершился потому что хозяева стали необоснованно необоснованно их подозревать при падках ярости рептилии срывали своих симбионтов и забивали их до смерти встревоженные действиями хозяев выжившие симбионты покинули рептилии которые без нейронной стимуляции со стороны своих слизней деградировали обратно в неразумных зверей симбионты хотят чтобы другие ребята в реп также заключили с ними союз правда они просят чтобы носителями были только желающие этого ну чтож пускай пускай будут это же круто наверное так новая черта соперничество загадки в пустоте войд проект завершился войд облака это старейшины космоса как только ребятский астрономы поняли что именно нужно искать они стали находить следы и войд облаков повсюду в раза образовавшиеся еще на заре творения они наблюдали за тем как зажигались звезды и формировались молодые планеты теперь эти обладающие квазисознанием скопления неживой материи заставшие ранние этапы существования самого времени плывут между умирающими звездами и разрушающимися мирами они постоянно постоянное напоминание о том что мы всего лишь маленькие части чего-то большего так уничтожать их них не охота ты зачем а вот исследование улучшить и модификатор какой-то добавится будет цикл чуть такое боязнь слизней так предметы роскоши скоро у нас истекут так тут соперничество какое-то объявить соперничество эффекты объявила на своими соперникам ну хорошо так где у нее там слизень этот вот он прироста опыта советника скорость изучения скорость ощущения аномалии здесь так ну и надо добавить ей слизень какие-то решения может надо но тут ничего у нас толкового нет а тут все хорошо так изучил систему аномалия изучаем физика альтернативные исследования усилители реактора так комплексы оборонительных средств действуют гораздо эффективнее чем каждая из них по отдельности куда он идет интересно куда он прикрепляется подземное тепло отправив зонд в недра мы установили что необычные тепловые сигнатуры мира ладеом 6 а вызваны гидро термальными источниками похоже этот мир не так просто скрытый океан и ресурс единства чё взять единство ну не к спеху я думаю пускай океан будет или нет нет давай единство возьмем появится традиция так оборонительный комплекс а куда он прикрепляется не написано ладно альтернативные возьмем исследования и в традициях наконец-то возьмем размер государства от системы планет минус 25 процентов был 83 стала 73 отлично так нет приказов ты говоришь на давай изучать дальше облака наверно надо увеличить здесь нам не трудно так а здесь здесь блага есть а надо что-то строить энергетический район и здесь энергосеть наверно древняя спасательная капсула на низкой орбите вокруг планеты ансулом-1 была обнаружена брошенная спасательная капсула покрытая окалиной вероятно она пострадала при взрыве материнского корабля судя по данным сканеров ей свыше 5000 лет команда корабля репут 4 вскрыла капсулу и обнаружила внутри высохшие останки рептилоида в парадной униформе в когтях он сжимал небольшое изображение существа той же расы возможно это был супруг или почитаемый лидер круто так раскопки трудолюбие добывающих дронов когда дроны не проводят свои добывающие они приводят свои добывающие лазеры в боевое положение нацелившись на ребятские корабли они по всей видимости упорные молчаливо работают долбя поверхность бедных на минералы астероидов так как больше им заняться нечем еще интереснее то что вопреки сделанным ранее предположением дроны не беззвучны они издают импульсные сигналы хотя крайне редко и на такой частоте что их трудно отделить от фонового шума принимает ли кто-то до сих пор эти сигналы остается загадкой решать которую пока не время ну мы выбираем все методы добычи так и здесь у нас с раскопками что-то ожидаемый интерьер солнечного парусника оказался архаичным мостик напоминает палубу старинного морского судна бороздящего водные просторы сама палуба металлическая но большинство поверхностей покрыта резным деревом контрастирующим со стеклоподобным веществом иллюминаторов и информационных панелей запитав корабельные компьютеры мы обнаружили файл со старомодной моряцкой песни по словам наших археологов эту мелодию когда-то называли морской или космической шанти мы пытаемся перевести ее текст понятно так тот проект изучает изучает систему так а что по итогу мне их уничтожать надо 4000 все еще много для меня так что у нас в журнале надо к рубрикатору прорываться я думаю так по сплавам у нас очень мало сплавов так сооружение какое-то надо выбрать а тут же строится так у нас с ними война и нет перемагничивание за время наблюдений корабля рябуч 4 магнитное поле планеты ансулом-2 претерпела полную инверсию вследствие этого реча и события мы отличайшего события магнитные полюса планеты поменялись местами к счастью наши корабельные датчики все зафиксировали и ученые получили получили массу цены информации особый проект завершён ага это у нас проверки корабль репстрой 1 сообщает что роботизированная верфь вновь действует на орбите луны регании 3а используя доступные материалы комплекс завершил постройку трех мощных и рейдеров неизвестной конструкции к несчастью после этого древняя верфь разрушилась окончательно и восстановление уже не подлежит мы назначили экипажи на три новых корабля и включили их состав нашего флота так какие-то чужие контакт надо организовать так давай работай так что у нас тут вот и что это у нас корвет или что рейдер пускай так и будет рейдер чё по лидерам можно нанять в принципе на так кто у нас тут есть прирост опыта шансы выхода из боя так обшивка да неплохой наверно шанс выхода из боя осторожность интересно ну-ка экстрасенс еще и со слизнем так чё там для кораблей усиление щитов ну вот это интересно и со слизнем пускай будет так раскопки идут вместимость флотилии надо бы увеличить так хочу нет приказов почему давай сюда изучаем так вот тут у нас аномалия давай в ее сторону двигаться изучаем здесь так черта у кого-то появилась это у нас кто экстра археолог так но на корабле работает нам надо чтобы что-то на корабле он делал харизма гениальность ладно раз это пускай гениальность будет еще какие-то чужие надеюсь это не злодеи какие-то ну давай установим контакт так а что там это кристаллицы наверно нет или тиянки или амебы какие-то непонятно инопланетный корабль вон какая фигня большая нет все изучать классно так кто у нас изучил так вот здесь аномалия есть изучаем так это у нас кто это раскопчик обычный землекопного археолога уровень кстати у него приличный уже пятый утилизатор но пускай археолог будет чё гонек обнаружен редкий ресурс все то же самое что пишут про редкие ресурсы что мол систему там построим базу летучие пылинки в общем обнаружены эти сверхъестественные частицы содержит огромное количество энергии которое можно было бы использовать в производстве энергии в качестве топлива или даже как взрывчатку так круто какой у нас год там идет шестнадцатый год до середины игры восемьдесят четыре года о физика так разработка пылинок реактор синтеза холодного научные станции производства отражатель короче возьмем подавители так на это крепость надо строить не знаю взять не взять или пылинки взять давай вот вот эти отражатели все таки возьмем пускай изучает тоинственные хранители чужие за in в большом количестве находится на орбите планеты усеянные телами инопланетных форм жизни не имея информации об этих инопланетных существах мы можем лишь гадать об их поведении ну это вот эти тянки или кто они там тут пылинки есть так что у нас планетами так виды деятельности появились потерянный где это мы обнаружили двуногого робота дрейфующего в космосе его лицевая пластина решена каких-либо черт а металлический корпус поврежден предварительное сканирование показало остаточные следы энергии но его источник питания кардинально отличается от наших возможно в его микросхемах сохранились воспоминания о прошлом но нам потребуется время чтобы перезарядить их и перевести информацию конечно мы будем сканировать так что нет приказов да тогда вот древняя душа затратив массу усилий нам удалось подзарядить робота и просканировать его запоминающее устройство увы машина пострадала так сильно что мы не можем извлечь целостную информацию мы попробуем провести дальнейшие исследования и отыскать других таких таких же роботов но судьба этого механического изгнанника остается загадкой классно давай вот здесь изучай и 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 хотя когда нас это останавливало так раскопки а это все с бутылкой и конечно все понимаю но почему паузу не ставят между прочим раскопки читаю стоило нам восстановить и активировать файлы как по кораблю разнесся грохот музыки с автоматически настроенными настроенным голосами древних моряков перевод песни следующий эй матросы космонавты слушайте меня спою я песню вам о том что приготовили моря погодите-ка то парни крепчает погодка грозные ветры ревут во всю глотку но команда бесстрашно галактика ждет пару самых поднимаем поднимаем поднимем и полный вперед вот солнечный ветер несет нас к судьбе сквозь космос летим мы прекрасной звезде а погодка то парни крепчает погодка грозные ветры ревут во всю глотку но команда бесстрашно галактика ждет про самый поднимем поднимем и полный вперед ну и артефактов нам дали и дальше копают а вот тут чё с раскопками шанс прорыва низкий так аномалия следовал систему ну давай аномалию изучай контакт так упорядоченный сигнал верно это и есть этой тянки а нет это вот здесь кто-то в столице о раскопки завершены значит найдено и переведена последняя запись запись патруля на планетке 5523x обнаружен потерпевший крушение корабль отправились расследовать судно идентифицировано как раввинг модульный грузовой грузовоз класса р или пи среди обломков найден один выживший в критическом состоянии личность установлена помощник боссмана пирвик пирвакс прочие члены экипажа либо погибли во время крушения либо перебили друг друга незадолго до нашего прибытия согласно стандартному протоколу я оставляю эту запись здесь и регистрирую раввинг как защищенное место погребение конец записи удивительно древняя импульсная броня вариант исследования и артефакты 100 так все это мы завершили этот освободился товарищ и я хочу его направить в сторону вокруг этой империи с этой стороны изучать планеты значит погнали сюда умал малые артефакты выработка надо построить станцию научную чё у нас по сплавам косарь их проблемы с вместимостью у нас надо какое-то исследование будет по а чё у нас здесь не исследуется ничего так предел надо надо на вместимость скорость первого контакта так прироста поселений генной клиники академия космофлота ну-ка вот это возьмем так скрытое захоронение то что наши ученые поначалу приняли за астероид оказалось застывшими разорванными телами инопланетных существ примерно напоминающих создание блуждающих по системе по сути весь пояс астероидов является огромным открытым кладбищем некоторые из тел довольно свежие а другие на тысячи лет старше нашего государства и ледяной астероид отлично полетели дальше исследовать так что у нас там по планетам энергосеть достраивается так очистку квадрата поставим плюс три района энергетических физика встреча ну какой-то красненький корабль у нас произошел первый контакт загадочными чужиками системе теон орд мы называем их чужие тав пока не узнаем о них побольше если и у них есть язык мы должны расшифровать его и наладить контакт они агрессор его на ничего собаки серые так мы пока выберем что тут дальше исследовать у нас сенсоры станция слежения а вот вот она максимум космических баз 3 из 6 так но станция слежения звучит интересно не помню чтобы я ее строил так оборонительный ком комплекс химзаводы минералы в пылинке так давай пока это пускай изучает кто это у нас тут прилетел какие-то амебы или кто это ладно так а у нас нанять некого так тут чё изучил значит давай вот сюда вокруг пойдем а потом может сюда к краю кстати говоря стой давай-ка аномалию вот эту изучай так а что там какая-то какой-то шторм или что погодите-ка такое ощущение что это какой-то шторм я же настраивал то где это торговые пути ну-ка как это выглядит вообще торговый путь туда это между базами наверно отношения как отключить режим государства соседи дипломатия вот метеопрогноз 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 вот вот здесь что-то указано факторы окружающей среды эффективность маскировки плюс 3 но это видать из-за туманов из-за этих или что открытая система она ладно пускай на аномалию летит что-то энергии у нас выработка очень низкая улучшить сооружение 3 ячейки сооружения даст так броня скорость ионный двигатель отлично экзотические газы ну давай ионный двигатель чё пускай изучает раскопки продолжая исследовать корабль мы подаем питание к новым системам и восстанавливаем файлы с данными открывая новые строки космической хоровой голографический дисплей корабля проессирует яркие образы моряков и космонавтов танцующих под аккомпанемент песни вот дракон огромный ищет он наш дом но спрятан он надежно под пенной толщей волн а погодка то парни крепчает погод короче понятно тот же припев вот летит тиянки царь морских просторов обходит наш корабль под гипер коридором припев вот большой левиафан щупальца к нам тянет сжимает наш корабль ужасно гоняет классно раскопали песенки так что насчет базы здесь поставим улучшение раз у нас там планета есть 3 из 6 нам еще можно одну наверное базу это строить но где нет приказов да ты угораешь изучаем аномалию так и тут нет приказывает он у нас сбежал о это собаки тут летают надо их уничтожить мне кажется так они летят куда-то куда они летят может за ними послать флот давай-ка вот один и жестянщики может вломят этим уродом так тут что у нас блага очень мало благ стабильность низкая так но столицу пока построят может там будет какое-то производство плюс вот это надо чтоб позанимали мы убедительно доказали что галактика полна разумной жизни и космические просторы бороздят корабли принадлежащие не только лишь ведущим державам и народам время от времени на галактическую сцену выходят невероятные персонажи способные потрясти само основание космического миропорядка эти знаменитые лидеры могут присоединиться к нашему делу если мы подберем к ним ключ отлично влияние кстати уже куча целая вместимость вот что нам нужно вместимость флотилия это все подождет ты к ним на вместимость что-то еще было надо ладно нашел значит потом поизучает у него уже подавитель сверхсветовых технологий есть так цепочка событий вультаумская добывающая станция останки небольшой вультаумской станции по добыче гелия 3 были обнаружены на дне крупного кратера на луне татуян 1а кратер судя по всему возник в результате мощного взрыва на станции если только вультаумские методы работы радикально не отличались от наших собственных можно утверждать что никакой несчастный случай или авария не могли стать причиной такой катастрофы особый проект но это надо изучать этот проект так столица что на первой колонии так а эти у нас товарищи блага вообще производят нет вроде нет значит надо что-то им построить что будет блага производить 2 металлурга вот галатеатры блага производят пускай строится так черта лидера это у нас кто жестянщиков командует чего него там усердие и осмотрительность ну пусть осмотрительность будет 2 так следующее изучаем активная разведка базовые маскировочные поля звездные действия разработка ресурсов ухты давай возьмем звездные действия пока так здесь первый контакт сканеры дальнего действия зафиксировали объекты в системе тион порт которые лучше всего описываются словами тепловые сгустки стоит обратить на них внимание встреча звездной системе поджи таврон у нас произошел первый контакт с загадочными чужаками чужие ро так как они выглядят у нас это какие-то дроны интересные какие-то круто а посла у нас нет свободного чё кстати говоря о то ли там агентурная сеть сработала ну ка шпионаж о то ли там то ли там так установлена связь орден кураторов приветствую вас звездные странники мы кураторы наш древний орден был создан тысячи лет назад различными белокерами политическими державами господствующими в то время мы посвятили себя сохранению любых знаний в попытке оградить галактику от сползания в очередные темные века полные массовых смертей и варварство мы потерпели неудачу нас осталось немного но мы привержены нашей священной миссии не менее чем наши предшественники мы готовы поделиться некоторыми из наших знаний с вами за определенную цену то что надо так тут у нас отдыхает а этот так изучить по моему эти здесь на они улетают сюда сюда это куда вот сюда так поэтому надо на перехват сразу вот сюда перемещаться правильно же я думаю да и нет так погоди нет они уже туда переместились терминальная орбита один из множества спутников планеты канидис b1 находится на терминальной орбите его неминуемое столкновение с газовым гигантом вызовет природную катастрофу это событие готовилось несколько миллионов лет и тем удивительнее что финал драмы ожидается как раз после появления там одного из наших кораблей многим ученым хотелось бы не упустить этот катаклизм чтобы его запечатлеть однако успеть точно в нужный момент будет непросто что ж понаблюдаем это где у нас это здесь а он еще аномалии изучает это срочный проект тогда отменяем и изучаем проект так черта у кого-то появилась это у нас наследник командует где-то там на планете на какой-то его поставил так где он у нас и филотера так на какой планете на первой колонии по-моему нет армии нет на первой планете армии вот он так и что нам выбрать советник советник а ну это все для советника ну и пускай будет тогда чё бронительные платформы а произошло столкновение а этот чё перемещается там нет 545 545 впервые на космической арене произошло бои столкновения этого сразу сюда тоже значит кто против нас какие-то амебы летающие ну давай посмотрим наши наши бравые корветы идут в бой и тут же какой-то знаки на поверхности это какая-то аномалия так идет бой ничего пугать наши научные корабли так подлетают еще сколько кораблей там у нас битва флотилии в системе юхромия космические амебы космические амебы одна матка так нужен ученый исследовать это все дело так изучать ты успеешь давай-ка проект изучай так а тут что-то посильнее дроны археологический проект завершён цепочка событий предтечи народ вультаум нам очень повезло и мы смогли собрать части вультаумского оборудования по обработке данных на месте взрыва в кратере на луне Татойян 1А почти вся информация оказалась повреждена но нашим ученым удалось перевести слово корга это основная единица времени у вультаумцев отлично обнаружили вультаумский артефакт и немножко науки нет приказов что-то мне все больше кажется надо здесь построить построить форпост так а тут раз нет приказов тебе наверное лететь дальше надо вот сюда так а ты изучил значит аномалию изучаем так а и вот это вот вот Субтитры создавал DimaTorzok Но флот у них слабенький, можно бы их и уничтожить Но они все-таки желтые, не красные Ну что, верфь И построим Попробуем станцию слежения построить Субтитры создавал DimaTorzok Высокогорный континентальный мир на 18 Ух ты, надо туда Солнце, неизучная система Так, вместимость Вместимость у нас пока хватает Во время приближения к планете Фельдозир-6 Корабль Ребуч-1 Внезапно получил удар по касательной Электромагнитными снарядами По нашим данным Им несколько миллиардов лет Они были выпущены в соседние галактики И залетели сюда По чистой случайности Пролетев мимо Намеченной цели Они продолжили путь И спустя тысячелетия Оказались здесь Невзирая на почтенный возраст Конструкция снарядов Оказалась весьма продвинутой Так, надо выбрать Пища на пока не надо Так что это Разобрать артефакты Ради случайных технологических бонусов Вы добьетесь прогресса Для случайной технологии Так, пока я думаю Не особо нужно это Взять вот Академию космофлота Наверное Пускай будут Новые корабли Все-таки будут С опытом С каким-то Так, тут у нас что Кто-то напал на нас Блин Ну давай тогда Особый проект завершен Нам удалось Запечатлеть момент Столкновения планеты Канидес В1 Со спутником Мы вели запись С нескольких камер И транслировали ее В прямом эфире По всем нашим мирам Что особенно важно Наши ученые И их руководительница Экстра интуиция Слизень Сумели получить Большой объем данных Которые будут Очень полезны В дальнейших исследованиях Круто Так, что там Исследователь будет Че она у нас вообще Слизень Скорость изучения Изучение аномалии Скорость изучения Изучение Аномалии Что ей выбирать Скорость изучения Вероятности Обнаружения Аномалии Ну давай Исследователь будет Пусть аномалии Обнаружает С большей вероятностью Так, нет приказов Давай Изучаем здесь Так Какой-то контакт Тиянки Вот они Прорицатели называют Существ Движущихся Сквозь мрак Пространства Тиянки Это священная И миролюбивая Форма жизни Странствующая Между системами Тиянки Питаются Газами Встречающимися В верхних Слоях Атмосферы Большинство Газовых Гигантов И редко Проявляют Признаки Враждебности Нам нужно Держаться На почтительном Расстоянии Настройка Чистоты Завершает Процедуру Первого Контакта С государством Мирные Левиафаны Перебивать Их Я не знаю Смысла Нет Наверное Поведение Тиянки И системы Тиюн Орд Отличается От типичного Поведения Представителей Их вида Обычно Тиянки Ведут Кочевой Образ жизни Но эти Сюда Нет Эти Стада Не отходят От планеты Полностью Покрытой Телами Их Соплеменников Попытки Изучить Планету Упираются Выкутавшую Выкутавшую Их Сеть Из Щупалец Тиянки Что делает Дальнейшее Исследование Невозможными Если Мы Не Прогоним Этих Стражей Или Не Избавимся От Них Уничтожать Не Охота Что-то Не Причиняя Им Вреда Вот Это Будет Нормально Так Что Там Особый Проект Так Давай Сюда Тогда Изучать Так Раскопки Крепкое Пойло В общем Спели Опять Песню Вот Летят Литоиды Каменные Рожи Те Ищи Задиры Коль Знают Что Их Больше Вот Летят Некроиды В сердце Страх Вселяют Сколько Ты Не Бей Их Тут Жи Воскресают Вот Летят Машины Скорее Ребят Бежим Один Десяток Сотня Их 1101 Может Быть Это Есть Знак О том Что Литоиды Некроиды И Машины Я же Их Создавал Как Государства Может Быть Это Стижки Которые Вставляются О тех Расах Расах Которые Здесь Есть В Галактике Ну Будем Думать Это Предположение Окажется Верным Ладно Пускай Дальше Копает Так И что Тут У нас В журнале Наверное Проект Появился А вот Кладбище Тиянки Нужен Корабль А какой Корабль Нужен О Нужен Строительный Ладно Достроить Здесь Базу И сюда Нужен Нужен Я Нужен Строительный Нужен Нужен Продолжение следует...